Всем привет, меня зовут Макс. Сегодня поговорим о женской парфюмерии, потому что было очень много запросов. Это актуально как для мужчин и для женщин, поэтому, думаю, будет интересно. Это вторая попытка записать это видео, потому что первая была, скорее, не то что неудачной, я просто неправильно выбрал тему. Я посчитал нужным записать и сделать это видео, после просмотра которого у вас не останется вопроса, а что купить. Например, вы девушка, вы не хотите растрачиваться, у вас есть какая-то уже небольшая коллекция, либо вы много ароматов пробовали, у вас как-то сейчас внимание на чем-то не сконцентрировано, и вы в поисках чего-то. В общем, такой универсальный список ароматов, которые на данный момент мне очень нравятся, интересны, с которыми я часто соприкасаюсь, предлагаю кому-то, и в основном они всем нравятся. Сейчас можно наблюдать такую картину, что чуть ли не весь парфюмерный рынок направил свои взоры на молодежь Америки. Вот почему-то мне так кажется. Это лично мое мнение, но я думаю, что все новинки по типу Dior Joy, Givenchy Interdit и что там, Zodiac Voltaire, это все будет пользоваться спросом не то, что в Европе, а вот именно в Америке. То, что у нас считается, знаете, такими простыми компотными люксами, в Америке это прям секс-бомба. Новый аромат от Kylian, линейка Kind of Love для Sephora. Тоже как бы, да, это создавалось намеренно, чтобы было для молодежи, чтобы было легче в восприятии и в использовании. Ну, как бы прикольно, но цена как бы за это можно столько всего купить. Хотя сейчас на скидках, в принципе, что-то взять и можно, если очень сильно понравится. Некоторые, наверное, еще напишут в комментариях, что я думаю по поводу ароматов у Тома Форда, Fucking Fables, Lost Cherry. Не понимаю, почему он решил, что его там потянуло на эти миндальные темы. Мне совершенно не нравится нота миндаля в ароматах. Fucking Fables, я считаю, чистый маркетинг с ног до головы. И даже если бы мне заплатили эту сумму, я бы не стал этот аромат носить. Аромат, который вышел 1 декабря в России, Lost Cherry, тоже неплохой, но совершенно не стоит фордовской цены. Зато у него вышел новый аромат. Мне недавно пробник пришел именно из приватной линейки. Мужской аромат, там вообще песня. Ну и давайте теперь конкретно по ароматам, которые я хочу порекомендовать. Из люкса это два аромата, которые далеко не новые, но очень-очень мною любимые. Первый из которых это Balenciaga Flora Botanica. Вот тут реально круто. Это настоящая огромная охапка свежих цветов с приятной стойкостью. Хоть он на первый взгляд, если вы попробуете с блотера, покажется вам таким утренним, прозрачным, цветочно свежим. Это не совсем так. Из-за своей ветиверово-амбровой базы он будет актуален даже в зиму. Конечно, многие знают этот аромат, но для России, вот в Питере, я, например, вообще не встречаю его на девушках. Я всегда советую, он в 90% нравится людям. Следующий, второй аромат, который я хочу порекомендовать, его многие знают. Это может кому-то показаться примитивным, но я так сильно его люблю. Это классический аромат от Bottegi Vanetta. Тут просто без слов. Я когда прочитал описание, что он создавался как запах в загородном итальянском доме, с вот этой мебелью, с тканями, с накрытым столом, нота замши-кожи. Это одна из моих вообще любимых нот в женской парфюмерии, когда кожа или замша обыграна женственно. Это прям вообще. На той неделе несколько раз, чтобы прям точно убедиться, заезжал, пробовал этот аромат, потому что у меня его нет. Все по-прежнему та же любовь. Великолепно. И если вы любите этот аромат и хотите ему альтернативу, попробуйте его, так скажем, нишевую версию, альтернативу Cura Metis от Armani Priva. Пирамиды, конечно, отличаются, но это такая прокачанная версия Bottegi Vanetta. Это нишевую тему, с тем же характером, с тем же настроением. Ну, мне очень нравится. И я бы, конечно, настаивал, наверное, на Cura Metis, но, в принципе, можно первую бутылку относить и Bottegi Vanetta, поскольку она дешевле. Но если вы уже относили несколько бутылей и хотите чего-то такого, но не хотите резких перемен, то, пожалуйста, это то, что вам нужно. Следующий аромат, который стал для меня небольшой сенсацией, когда я с ним познакомился, это ванилла West Indias от Saint Bar. Я думаю, многие знают этот бренд по их уходовой линейке и средствам для загара, ну, вот эти кокосовые масла. Кстати, на фрагрантике все ароматы от Saint Bar перепутаны пирамиды, совершенно неверные, либо, может, ароматы сейчас переформулировали. Ну, в общем, не смотрите на фрагрантике ноты этих ароматов, вот этого бренда. Вы знаете, что у меня есть фетиш на запахи, на ароматы, именно которые пахнут естественно. Например, запах естественной человеческой кожи, волос. Мне это вот прям, ну, моё. И тут запах женского тела во время или после спа-процедур на ванильную тематику. Ваниль вообще совершенно иная. Не какая-то там, например, герленовская. Она вот просто иная. Следующий аромат тоже влюбил в себя меня, в себя в меня с первого раза, с первого затеста. Это бренд Initio аромат Addictive Vibration. Медово-цветочно-мускусная композиция, которая очень стойкая и очень шлейфовая. Вот один пшик на одежду, другой на волосы, и более чем достаточно. Нужно не переусердствовать с ним. Мне нравится этот бренд, нравится то, что он создаёт. У меня у самого в коллекции есть 4 аромата от этого бренда. Прям совсем его люблю. Современно, то, что нужно, без всякой специфики. Мёд здесь не липкий, но тягучий. Он скорее округляет, смягчает композицию, делает его вот более тягучим, насыщенным. Нет такого, что прям приторно-сладко или прям удушливо. Это то, что можно носить каждый день. Следующий аромат, о котором уже все блогеры проговорили, похвалили его, я тоже хочу. Саспиро Эрбапура. Фруктово-древесные композиции будут всегда уместны, универсальны и актуальны. Бренд Саспиро славится своей умопомрачительной просто концентрацией. Тут тоже тонкая грань, чтобы вы не переборчили, не испортили аромат, перепшиков его на себя. Я думаю, многие девушки с ним знакомы, используют его как именно базовый повседневный вариант. Он у них стоит на полке и периодически, в принципе, всегда им можно пользоваться. Это то, что также можно подарить с хорошей презентацией. Ну, со стандартной презентацией в нише сейчас все делается в таких коробках. Не могу пройти мимо моей любимой туберозы и ароматы с туберозами. Аромат от Фредерико Маля, который сделал Доминик Рапион Карнанфлауэр. Самобытный, чудесный. Не зря было потрачено столько времени. Они его, Доминик Рапион и Фредерик Маля, его достаточно долго делали, вроде несколько лет. Все чудесно, я прям в восторге от него. Хотя бренд Фредерик Маль совершенно не мой. У меня есть в коллекции три аромата от этого бренда. И они все стоят полные, не мой, не мое, не усаживаются, не раскрываются. Вот как-то, может, я не так их воспринимаю. Но именно вот женские ароматы, портрет женщины, Карнер Флауэр, это вот прям то, что можно дарить смело, если вы также знаете хоть чуть-чуть предпочтение. Потому что тубероза нота хитрая. И чуть-чуть забегая вперед, следующий аромат это Фрака от Робер Пеге. Тоже мой один из любимых нишевых брендов. Тут меня всегда консультанты останавливают. Они говорят, что нет, тубероза очень специфичная нота. На моем опыте я вам могу сказать, что я не спорю, это неприлично, некультурно. Но по своему опыту и по своим наблюдениям я вижу обратно. Пеге Фрака всегда всем нравится. Хотя вот Живаншель Интердит, на нем тоже работал Доминик Рапион, и тоже там есть тубероза. Но очередное доказательство тому, что когда идет работа в люксе, это совершенно иное. Там нету места творчества, там есть заказ, который выполняют парфюмеры. Следующий аромат, или даже целый бренд, это Монсера. В частности, аромат Wild Fruits. Его я сам лично подарил очень-очень много. Всегда, если я хочу сделать подарок и не знаю, или как-то боюсь, что это для человека будет специфично на каждый день, или вот я знаю, что будет это как единственный основной флакон, экстраординарное не стоит дарить, и я обращаюсь к этому бренду. Многие могут пренебречь Монсера и сказать, что ну, я уже это знаю, я уже это пробовал, у меня уже это есть, и как-то не трогают этот бренд. Но это очень красивые ароматы в шлейфе, а у них достаточно хороший, обильный, плотный шлейф, и именно фишка Монсера заключается в шлейфе. Кстати, сейчас вроде дочка Пьера Монтали занимается полностью этим брендом. Также я могу порекомендовать ароматы Вайлд Черри, Утблю Ноутес, новые ароматы Вайлд Питон, и все новинки, как пополнение коллекции, как подарок для основного флакона, это то, что нужно. Следующий бренд, который я хочу порекомендовать, тоже прям выделить, это Джульетта с пистолетом, Джульетта Хазеган, и там тоже полно ароматов. Sunny Side Up, Moscow Malt, Notte Parfum, это современно, это красиво, даже Монсеру, не пугайтесь, можно встретить на улицах Питера, Москвы, Джульетту Хазеган я никогда не встречал. Видимо, просто люди не знакомы с этим брендом. И последний на сегодня, только на сегодня, аромат, о котором я хочу поговорить, это тоже довольно-таки известный в парфюмерных кругах, это аромат от Hermes, линейка Hermes Sense Rose Ekeban. Самый популярный, я думаю, аромат из этой линейки. И если я когда вам говорю, что это 90% что нравится, вот здесь у меня язык аж хочет сам сказать, что это 100% попадание будет, 100%. Это то, что можно использовать всегда, везде, и всегда и везде это будет звучать богато, дорого, красиво, женственно, блаженно, нежно, вот прям великолепно. Опять же, нету никакой специфичности, нету каких-то вылазивших нот. Вся композиция собрана, красиво, прозрачно, чистая. Мне очень нравится этот аромат. Там есть чай, там есть цитрусы, апельсин, без стреляющих, пестрящих вот этих кислых ноток. И вы в полном праве сказать, например, блин, вот мне в этом аромате чего-то не хватает, какой-то изюминки. Возможно. Просто если вы, конечно, относили уже много-много флаконов, и хочется чего-то больше, это, возможно, не для вас. Но это всегда действует на мужскую половину, это всегда будет уместно. В общем, очень сильно люблю. Ну что, надеюсь, вторая попытка у меня будет окончательная, и надеюсь, что вам это видео было полезно, понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих ароматах, и есть ли они у вас. Я очень ценю то, что вы ставите мне лайки, пишите комментарии. У меня уже такая круглая дата, больше 50 тысяч подписчиков. Вот тут сейчас будет закрепленный комментарий под видео. Давайте, отвечайте, что вы хотите получить, чтобы я разыграл. Деньги, флаконы или набор ароматов. Все, всех люблю. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok